Ну, здравствуйте, девочки и мальчики! Если кто меня не узнал, то я ревельский городской стражник Венебана Томас. Живу среди вас, но путешествую по времени с помощью своей волшебной алебарды. Конечно, делать это нужно осторожно и только с благими помыслами. Ну, например, собрать для вас интересные истории из глубины веков. Там, откуда я пришел, за такие проделки могут сурово наказать. Алебарду я приобрел от одной девушки, обвиненной в колдовстве, кстати. Послали меня как-то арестовать ее, но пожалел за красоту. А душа-то у меня добрая. Вот и отпустил на все четыре стороны. Она же вручила мне в благодарность этот волшебный подарок – алебарду. Ну, а 400 лет назад слово сочетание «охота на ведьм» использовалось в былом ревеле не в переносном, а в самом буквальном смысле. Обвинения в колдовстве стали для судебной практики тех лет привычным делом. Да, 17-е столетие начиналось на территории современной Эстонии непросто, если не сказать мучительно. Выжженные и вытоптанные в годы Ливонской страшной и горемычной войны поля зарастали сорняком. Несколько зим выдалось необычайно суровыми. Сколько хороших людей отправилось на тот свет. Неурожай следовал за неурожаем. Вслед за голодом неизбежно являлся его недобрый спутник мор. В 1570-м, да, когда войска Ивана Грозного осаждали ревель, у нас по Северной Эстонии прокатилась волна бубонной чумы, а в следующем году еще одна. Многим казалось, что настали последние времена. Бог, кажется, позабыл о нашей несчастной Ливонии. В минуты отчаяния люди готовы были ухватиться за любую, пускай даже самую призрачную надежду на спасение. Многие, особенно, разумеется, на селе, решались обратиться за помощью к давнешним языческим еще практикам и ритуалам. Пасторы, которых пощадила война и чума, бежали из сельской местности под защиту городских стен. Ну, а крестьянину ничего не оставалось, как идти к знахарю или к колдуну. Ведь, в отличие от священника немца, тот, по крайней мере, был своим соплеменником. Обращение за помощью к знающему человеку в глазах официальных властей, что церковных, что светских, однозначно рассматривалось как повод для начала репрессии. Ведь даже у самых просвещенных умов начала 17-го столетия сомнений не было. За знахарем, колдуном или ведьмой однозначно стоит сам повелитель преисподней. Деятельность тех, кого обвиняли в сотрудничестве с сатаной, доморощенных сельских чародеев, чаще всего не была связана с умышленным вредительством. Скорее, она сводилась к оказанию помощи больным или к знахарству. Ну, с одной стороны, в ту стародавнюю эпоху знания знахарей были нужны народу, а с другой стороны, по суеверным представлениям нашего времени, в случае неудачи эта деятельность таила в себе большую опасность для жизни самих знахарей. Считается, что ведьмы, колдуны, знахари и прочие чародеи обладают магической силой и могут себе подчинять высшие, сверхъестественные силы и тем самым воздействовать на явления природы и судьбы людей. Мы-то уж точно знаем, что они могут и защитить людей, и их утварь, и близких, а также скот, освобождать от сглаза, наговоров и проклятий. Но наводить несчастье и беды знахари могут тоже, и этого вполне достаточно для возбуждения судебного дела производства. Особенно, если сторона, считающая себя пострадавшей от зловредной магии, отправляется искать защиты не у конкурирующего ведуна, а у представителей верховной власти. Методы инквизиционного дознания у нас разработаны в совершенстве. Под пытками обвиняемые дают судьям именно те показания, которые они хотят услышать от несчастных. Вот так, например, на одном процессе, состоявшемся в 1611 году, свидетели утверждали, что видели тысячу ведьм, летавших на метлах. Да вот только в тот раз никого мы не сумели задержать. Но были и успехи, да. Например, крестьянка Крыт с четырьмя сообщниками, сожженная на мызе Пылова, вблизи Раквили. В 1546 году некий Кай, Мал и Пиль из Лагеди. А взошедшие на костер в 1596 году некая финка Бергитта из Нарвы, казненная в 1608. Да. Ну, в 1588 году магистрат Бергитта был даже вынужден принять особое постановление против доносчиков, обвиняющих сограждан в ведовстве. Судебные инстанции города были попросту перегружены огромным количеством подобных дел. Призывы к здравомыслию, увы, чаще всего остаются лишь глазом вопиющего в пустыне. Доносы на колдунов, знахарь и ведьм продолжают поступать. А власти продолжают относиться к ним со всей бдительностью. Вот и 9 июля 1616 года ворота Домберского замка со скрипом распахнулись. На суд в Ревель привезли трех закованных в цепи несчастных. Против них выдвигалось серьезное обвинение. Колдовство. Одного из обвиняемых звали Курт из Лакетти. Ну да, это та самая деревня Люкоти, неподалеку от нынешнего Таллина. Другой обвиняемой была женщина из Пайкюла. Ну, что вблизи Иру. Имени третьего сейчас просто не могу вспомнить. Две местные жительницы уверяли, что Курт был предводителем отряда из 20 летающих ведьм. Из 20. Говорили еще, что он знаменитый волынчик. А нечисть на звуке волынки особенно падка. Это знают все. Против Курта говорило его необычайное упрямство. Свидетели обвинения добавляли также, что, мол, в родной деревне каждый знал. Что Курт был известным оборотнем, уничтожавшим зерно и зажигавшим ненастными ночами огоньки на болотах. Одна из жительниц Пайкюла свидетельствовала. Курт просил ее. Просей мне денег через сито и брось их на свою землю. Там я буду колдовать. Другая вспоминала. Прошлой зимой, когда только и было разговоров о сожженных в раквере девяти колдунах, Курт хвастался за выпивкой. Он, дескать, тоже колдун. А барри-то ничего и не знают. Подобных обвинений было достаточно, чтобы применить к подсудимому пальцевой жом. А девятнадцатого августа палач взял его пальцы в тиски, да и раздробил фаланги. Да. Несмотря на это, Курт отрицал все обвинения. Тогда колдуна вздернули на дыбе, и он сразу же согласился сотрудничать со следствием. И вот Курт сообщил, что был учеником некой дьявольской карто, и при этом сам руководил отрядом, состоящим не из двадцати, а из шестисот демонов. Его подчиненные, мелкие бесенята, занимались преимущественно тем, что плевались на церковный катехизис. Грех какой. Судья поинтересовался о сообщниках, и Курт выдал имя палачу Домбергского замка. Подельник будто бы слыл великим чародеем, он вдыхал в легкие своим знакомым воздух, отчего люди приобретали способность летать. Беда заключалась в том, что этот волшебник, живший некогда в поселке Иру, к тому времени лет двадцать назад как умер. Курт, видимо, после пытки пожалел самого себя и попросил испытания водой, чтобы выяснить, виноват он или нет. А через пару дней нашелся еще один свидетель, Павел П. Андрес, ранее судимый по другому делу о колдовстве. Вероятно, Андрес понимал, что такое есть пытки, и сразу дал показания, припомнив, как однажды встречался с ним в церкви Васкиала. Курт якобы хвалился ему, что он великий знахарь и может без труда наколдовать денег. Ради подтверждения своего могущества Курт позвал Андреса в каменную коморку, располагавшуюся под холмом Лаксберг. Ай, да вы же вряд ли сейчас знаете, что так именуется нынешняя гора Лас-Намяги. Ну вот, увидевший их некий мызный управляющий Юлка тоже присоединился к компании. В подземелье, по словам Андреса, они отужинали со столового серебра. Юнка, которого поначалу величали не иначе, как дорогой, потом, после крепкой выпивки, почему-то отхлестали кнутом из бычьей кожи. Да так, что бедолага неделю не мог потом встать с кровати. Буйная фантазия не пошла Андресу на пользу, хотя он и был только свидетелем. К нему также применили пытки. Совершенно лишившись от мук рассудка, он немедленно рассказал судям массу достоверных сведений. Прежде всего он сообщил, что управляющего на самом деле звали Лолк, и что жил он вместе с Куртом в реке Васкела, впервые появившись со дна в один и тот же день, сжимая в руках по две рыбины. Судья приказал найти Лолка, но из местных жителей о нем никто ничего не знал. Зато в одном из застенков отыскали некого суура Роппа из волос Тямбла, отбывающего наказание, естественно, за колдовство. Ропп рассказал, как в корчме Курт хвастался, что он чародей, а его жена Като – настоящая ведьма. Увидев Роппа, Курт почему-то сразу же встал на четверенька, словно хотел обернуться волком и убежать. Ропп сказал ему – не убегай, все равно поймают. Обвинения против Курта суд считал вполне доказанными, и судья объявил приговор – сожжение. Обвиняемый воспринял эти слова как-то безразлично. Вероятно, от боли он уже повредился рассудком. Так что при шведах в наших краях охота на колдунов и ведьм ввелась задорнее, да с огоньком, с костерком. Не то, что вялотекущее при доминиканских господних псах. Но то отдельная история. Да вы, кстати, если интерес какой имеете, обязательно меня разыщите. Познакомлю вас с ревельскими гидами, так уж и быть. Часть историй своих я им по большому секрету-то рассказал. Клянусь своей шапелью. А еще у меня недавно книга вышла «Подземная башня». На досуге пишу вот продолжение. Три сюжетные линии, две из которых во время перестройки с талинскими ментами, моими потомками, уже приключилась. Мистика, поиски артефакта, талинские подземелья и вполне реальные участники тех лет. Ну а еще немного про себя, про буйню дикую у нас на Домберге в 1561. Про то, как орден стоял против Ярвиваны из шведской хитрости. Но многое там, правда. Книга тиражом 406 экземпляров. Ни больше, ни меньше. Ссылочки все в описании. Ну а мне, друзья, мне уже пора на пост. Так что до будущей встречи, девочки и мальчики. С вами Вена Ивана Томас. С переулков городских легенд. Субтитры создавал DimaTorzok